Иосифат Вторая пара Репоменон 17 Мы здесь начинаем читать иосифат И в принципе Библия получается Особо в Верхнем Завете Это куча биографий И зачем Бог так выбрал Таким путем нас учит Это чтобы мы видели бы Кое-что общего между нашей жизни И жизни этих людей О том, что мы читаем здесь в Библии Только иосифат в первом стихе Сын его, чьи сына Это тот Аса, который начинал Хорошо в духовном плане И потом отошел, кажется, от Бога В старости лет То есть опять мы видим Как человек, который Тот Аса, который не совсем хорошо Был Господом В старости лет У него был сын, который верующий был И это наоборот И то же, что есть хорошие царей У кого есть плохие, но не верующие Семьей, дети И это так, что наше отношение с Богом В этом плане не зависит На наших предков На то, что есть в заднем плане В нашей жизни Через того, что принимаем крещение Во Христе Получается, что мы новой тварь И Павел сказал, что все То, что было в прошлом Уже не играет никакой роль Для нас В этом стихе Чуть странно написано Он ходил первыми путями Давида Я понимаю Это как-то предполагается Что последними путями Давида Были не совсем тупо Давид, безусловно Верующий человек Он будет в Царстве Божьем Но как-то его Первые пути Перед Господом Лучше, чем он Закончил То есть, когда он молодой был И воевал против Голиафа Такой наивный Молодой человек Верный в Господе Писал Псалтир Ходил с сердцем Абсолютно Сто процент для Господа Это было хорошо Но как-то его Последние Пути Не так Я так понимаю Потому что здесь написано Что тот царь ходил Молодец Ну, ходил первыми путями Давида И Аса Его отец То же самое Начинал хорошо Но не держался И тоже Дальше будем прочитать Что даже тот Иосифат Тоже начинал хорошо Но Старости лет Кажется Как-то Кое-что Потирался У него И то, что я Самое главное Уважаю Это когда-то Встречаюсь С человеком Верующий человек Который принял веру В молодости Который Дережал Который Дережался До самого конца Это хорошо Потому что Это страшно Клонность У человека Да Веровать Принять Допустим Крещение И Как-то Уходить Отходить От Бога И это плохо И Дережаться Постоянно Это Очень сложно Но это Суд Христианства И как мы Сложим Дережаться Я думаю Что привычки Самое главное Читать Библию Каждый день Молиться Каждый день Не только При необходимости При проблеме И кризисам Ну вообще Каждый день Как-то уходиться Господом Это Это самое главное Чтобы Дережаться До конца В четвертом стихе Написано Что молодец Что Возыскал Он Бога Отца своего И в прошлой неделе Я сказал Что Тот слово Возыскать Когда написано Что этих Хороших людей Возыскали Бога Это значит Что они До конца Не нашли И Есть людей У некоторых Которые страшно Они переживают Если я Все до конца Понимаю Если я могу Все до конца Жить Так как надо Ну в принципе Наше отношение С Богом Является Поиск Для Бога И мы только Найдем В конце концов Когда Иисус Придет Когда мы будем Царствую Божию Это когда В конце концов Человек будет На самом конце В полности Встречать С Богом В этом жизни Мы на поиск И так Это хорошо Что мы на поиск Он Возыскал Я Как я сказал Я понимаю Тут слово В смысле В смысле Он поискал Бога И тем более Молодец Что он не стел По деяниям Израилетям В этом время Израил Разделил Двум частям Иуды Это два с половиной Колена Иуда и Вениамин И десять колен Израиля Которые вообще Сложные искусения Когда мы встречаем С людьми Которые Говорят Что я верю Человек Я христиан Но Своих поведений Вообще Не то И это всегда Самое хитрое Искусение Для нас Если допустим Ты встречаешь С человеком Который чистый Атеист Например Он предлагает тебе Ну туди Суды И как ты думаешь Да нет С этим контингентом Это не для меня Но когда ты встречаешь С человеком Который считает Себе Верующим Человеком Вот Это является Какое-то искусение За ним ходить И поэтому Это написано Что молодец Но Читая дальше Которое Параллипоминал Тот же самый Иосифат Он ушел С этим Ахав Царь Израилья И Абсолютно Не то Сделал Мы будем Об этом читать В 20 главу И даже В 18 Значит Что Иосифат Начинал Хорошо Но Пережался До конца Не с тел В этом В этом области И опять Это призыв К нам И что мы сможем Делать Кроме Уповать На Господу Говоря ему Что Господи Я такой слаб Я так хочу Держаться до конца Дай мне Твой Святой Дух Тот Новый Менталитет Тот Новый Дух Мышления И почему Обозраю людей Так сильно Креститься Почему Потому что Бог Столько раз Обещал В Новом Завете Дать нам Святой Дух После того Что мы принимаем Крещение Я не говорю В смысле Делать Чудеса Говорить на языках И это Нет Об этом я не думаю Я имел ввиду На очень Отличном Интимном Смысле Внутри человека Что Бог Дает Новые Мышления Новый Подход Новый Менталитет Новая Психология Чтобы Мы будем Абсолютно Изменены И Это то Что самое Главное Нуждается В 6 Стихе Написано Что Возвисилось Сердце Его На путях Господних Он стал Гордый Из-за Бога Это Хорошо Это плохо Конечно Когда Возвисло Сердце Человека На Самого Себе Високомерие У человека Гордость У человека Это страшно Но у него Возвисло Сердце На путях Господних И Это вот Призыв К нам Чувствуем Лимой Какой-то Смысл Гордость О том Что Изустел Что Он для нас Герой Что Он умер Для нас Он Воскрес Он Победил До самого Конца Против Греху Против Смерти Мы сможем Тогда Возвисеть Со сердца На путях Господних Что Он Это Сделал И И Тоже Или Других Но Верующих Людей Что Вау Есть Верующий Человек Как Павел Или Даже Людей Которые Мы знаем Сегодня В нашем Поколении Которые Показали Нам Такой Пример Которые Вообще Победили Против Греху Вот Допустим Есть Человек Который Я знаю Который Бросил Допустим Алкоголь Человек Который Бросил Какую-то Привычка Вау Молодец И Мы Сможем Как-то Возвисеть С сердца Ради него Что Вот Это Один Из наших Который Вот Так Победил Возвисело С сердца И Тоже Можно Понять Так Что Наше Сердце И Сердце В Библии Означает Ум Наше Мышление Что Как-то Возвисеть В большинстве Людей Неважно Если Интеллигентно Или Вообще Дураков Или Богатые Или Небогатые Здоровые Нездоровые Людей Думают Очень Ну На очень Примитивном Уровне На Земельном Масштабе А тот Человек Верующий Возвисело С сердца Его Мышление На более Вище На небесном Уровне До таком Степени Павел писал К колоссианам Что После того Что Человек Принимает Крещение Это Символ Того Что Мы Умрем Со Христом И Воскреснем С ним А после Воскресения Иисуса Что с ним Он вознес На небесах И Павел 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 Имел Ввиду Что После Крещения Наше Сердце И может Быть И тоже Как говорится На небесах Со Господом И Как Он 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 И И Как Способ В 7 стихе Он Отправил Князей Чтобы Учили По городам Юдина Народ И Написано Что Они Взяли Левитов С ними И В 9 стихе Имеет Собою Книгу Закон Господнем И Обходили Все города Люди И Учили Народ И все То Что Мы Здесь Читаем Такое Успешное Успешное Вообще Ну Развитие Общества Это все Из-за Того Что Они Начинали Изучать Слово Господне Вы понимаете Почему Я постоянно Ободраю Людям Читать Библию Для Себе Каждый День Потому Что Без Этого У нас Фундамент Нет Мы будем Просто Слушать То Что Какой-то Парень Сказал У нас Никакой Способности Чтобы Разбирать Где Есть Истина Как В практическом Плане Жить Как Слушать Слово Господне Я Столько Рас Сказал Что Если У кого Вообще Нет Библии То Обрати Ко Мне Я Ладно Сейчас Будем 18 Прочитать То Что Случилось Дали Ще 18 Глава